Дипломатический кризис, охота на ведьм, друзей России и ультиматумы партнёров по НАТО. Пришло время новой холодной войны. Расклад сил у наших границ в рубрике «Диспозиция». В эфире «Диспозиция» это Гагарин. Поехали. Жаркая нынче выдалась военная неделя. Точно в историю войдёт и ещё неизвестно, чем завершится. Пожалуй, самое главное, что зафиксировал уже апрель, беззастенчивый переход к силовым точкам опоры при решении абсолютно любых вопросов. Вот Чехия случился дипломатический скандал, сразу просьба к НАТО о совместном заявлении. И к Евросоюзу, как раньше в таких ситуациях, а к Североатлантическому альянсу. Но да что там Прага, всё более близкая к нам войскам польским Варшава. Подумала-подумала, да решила. На треть увеличить в 21-м количество манёвров. Чего мелочиться? 131 учения с участием 65 тысяч военнослужащих проведут соседи. Самое время нашли форсировать стренировки силовой компоненты. Разве могут в наши дни оставаться без решительных заявлений страны Балтии? Давечу встретились министры обороны Эстонии до Литвы и послали чёткий сигнал. Глава военного ведомства Эстонии заявил, «Тесное оборонное сотрудничество между странами Балтии является краеугольным камнем укрепления региона. Действуя вместе, мы посылаем чёткий сигнал как союзникам, так и агрессору, что нас нужно воспринимать как единое целое». Кстати, какими бы грозными ни представляли себя те же литовцы, они сами порой дезавуируют реальное состояние дел в армии. К примеру, отдаёт скандалам закупка у США за 10 миллионов долларов партии гранатомётов М-72ЛО. Всё бы ничего, но изделием этим более полувека. Самое то, чтобы агрессора остановить. Между тем, президент Украины подписал закон о новом виде военной службы. Документ предусматривает призыв лиц из числа резервистов в особый период. Если убрать всю мишуру про оптимизацию, европейские принципы и стандарты, о которых говорится в объяснении и нововведении, то получается, что экстренно доукомплектовывать армию резервистами Киев теперь сможет без объявления о мобилизации за сутки. Вообще-то подобный закон, в котором попросту понятие «мобилизация» заменяется другим, раньше как минимум бы вызвал изумление и полемику в регионе. Из-за мобилизации, если кто хоть немного знает историю, войны начинались. Но сегодня, если дружишь с правильными ребятами, и не на такое глаза закрывают. Госперевороты, покушения, революции, беспорядки, санкции, Майданы – буквально все сейчас оправдывается и легализуется Вашингтоном. По принципу силы. Другие принципы в современной политической диспозиции практически не работают. Даже здравый смысл, похоже, не работает. Не потеряла еще актуальности, разве что физика, согласно которой от падения в пропасть спасти может только, опять же, силовое противодействие.